Капитан Дмитрий Каленин пишет жене и детям, что жив, здоров, вскользь о том, что представлен к наградам, но рассказывает, что с него списали образ моряка в одной из пьес, просит передать информацию детям на тот случай, если погибнет. Спустя пару недель тяжело раненый капитан подорвал себя гранатой, попав в окружение. Оригинал письма хранится в городском археологическом музее. Этой весной его передали родственники героя. Это письмо и еще пять исторических документов вошли во второй том сборника «Письма с фронта». Мы хотим, чтобы наши герои звучали во всей России. В фондах отдела краеведения хранится около тысячи личных дел, и большая часть из них – это касающиеся фронтовиков Великой Отечественной войны. И мы готовы к сотрудничеству, материала у нас очень много, и мы будем очень рады, если выйдет свет и третья, и четвертая книги данного проекта. Проект родился пару лет назад в Краснодаре. Идея – собирать письма фронтовиков. Их можно читать с фотографии, для удобства рядом текст. На сегодня в двух томах порядка двух тысяч писем. Вы знаете, я поняла, что главная правда войны там впечатлила высочайшая человеческая культура и какой-то гуманизм, нежность, деликатность и потрясающая вера в победу. Мама, мы победим, сегодня тяжело, жена там, побольше внимания детям, не жалей ничего, продавай все, что только, так сказать, можно, только, так сказать, забудьте о деток, потому что я вернусь, и это в каждом-каждом письме. Второй том писем с фронта издан тиражом 3000 экземпляров на спонсорские деньги. Книги разойдутся по музеям, библиотекам, школам и учреждениям, которые предоставили материалы. Также благодаря проекту увидели свет воспоминания военного корреспондента Леонида Давыдова. Рукопись принесли Татьяне Васильевой. Было принято решение опубликовать ее отдельной книгой под названием «Дни Таманские». В перспективе создать сайт с письмами фронтовиков, чтобы не было ограничений на объем информации.